Несмотря на относительно благоприятную экологическую обстановку в Якутии, перед республикой поставлены новые задачи для охраны окружающей среды. Об этом говорят участники второго съезда экологов региона. Первый съезд, который состоялся 22 года назад, выработал множество эффективных механизмов, но сегодня новые экологические вызовы требуют других решений. Марьяна Кутукова продолжит. Вопросы охраны окружающей среды, работа с предприятиями-недропользователями, бережное отношение к водным ресурсам. Эти и многие другие актуальные вопросы для Якутии стоят во главу угла Второго экологического съезда республики. В своем выступлении перед участниками пленарного заседания глава республики призвал глобально отнестись к проблемам охраны природы. В то же время работа по сохранению экосистемы должна начаться с себя. В мире признано, есть три направления экологической проблемы. Первое – это загрязнение атмосферы. Второе – это загрязнение почвы. Главной причиной всего того, что происходит, наука считает две причины. Первое – это сам человек виноват в своей деятельности в антропогенном действии по отношению к природе. И вторая причина – это стихийные бестия. То есть есть фактор, которым можно самим навести порядок, но есть фактор, который зависит не от нас. Поэтому сегодня мы должны говорить не только о причинах, не только о проблемах, но и о путях решения. Сегодня в рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения между правительством республики и Всемирным фондом дикой природы. Ну вот у нас то, что сейчас уже идет активное сотрудничество с республикой, это, конечно, медвежьи патрули на севере. Второй проект, который мы сейчас тоже осуществляем, он уже сейчас находится в заключительной стадии – это создание федерального заказника на Новосибирских островах. То есть это попадают все Новосибирские острова, плюс достаточно большая акватория вокруг них. Это позволит привлечь и дополнительное финансирование федеральное на охрану этих территорий. И то, что тоже сейчас обсуждается, ну, сегодня представлялся проект по повышению природоохранного статуса парка «Ленские столбы». И такая же задача у нас стоит с республикой по парку «Каталык» на севере. Добавим, что работа съезда также продолжилась одновременно на семи дискуссионных площадках. На одной из них обсудили природоохранную деятельность горнодобывающих предприятий Якутии. Экологические мероприятия, к сожалению, не очень действенные, они очень дорогостоящие. Для того, чтобы их реализовывать, нужны средства. У нас мы развивающаяся организация. Да, мы наметили большие планы, там, к 2020 году, к 2021 году добывать до 20 миллионов тонн угля в год. А в связи с этим строятся предприятия. Но на всех предприятиях, которые, шахтах, разрезах, которые мы сейчас строим, все проекты, все согласованные с природоохранными органами, все проекты проходят государственную экологическую экспертизу. Работа второго съезда экологов Якутии на этом не заканчивается. Актуальные вопросы охраны окружающей среды обсудят до конца этой недели. По итогам съезда будет принята резолюция. Марьяна Кутукова, Гаврил Дичков, НБК Саха, Якутск.